и друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро зовут меня ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на август месяц 2019 года для знака зодиака девы уважаемые девы напоминаю что гадание имеет общий характер она подойдет и для мужчин и для женщин и также вы должны помнить о том что абсолютно для всех проиграться одинаково она не может но тем не менее в процессе гадания я больше чем уверена что многие из вас могут для себя найти нужные подсказки и советы хотя бы по каким-то определенным домам по определенным сферам жизни даже если у вас не срезонирует полностью весь расклад поэтому смотрите присоединяйтесь присаживайтесь поудобнее и мы с вами приступаем колода уже предварительно приготовлено также на моем столе вы видите есть еще дополнительные колоды возможно они нам понадобятся но возможно и нет для того чтобы рассмотреть какую-то ситуацию более детально но это уже как пойдет сейчас я буду выкладывать на стол 12 позиций 12 домов 12 сфер вашей жизни а уже в процессе самого гадания я буду озвучивать какой дом что означает для тех кто не знает для тех кто зашел первый раз на канал дома это означает это каждый дом это какая-то определенная сфера вашей жизни и так все что от вас требуется в данный момент это максимально расслабиться и просто плывите по течению и так ваш первый дом ваш второй дом ваш третий дом 4 5 6 7 8 9 10 11 и последний двенадцатый дом так ну все 12 домов выложены на стол это карта которая осталась на дне колоды вот она вы сейчас ее видите эта карта будет для вас как дополнительный фон на фоне чего будет происходить будут происходить события всего этого месяца и также эта карта будет для вас как дополнительный совет в каком направлении вам двигаться или что вам нужно делать или на что основное внимание обратить эта карта как дополнительная подсказка для вас ее мы рассмотрим в самом конце расклада итак начинаем чтение первая карта на первый дом указывает вас самих вашу личность показывает вашу энергетику в общем в целом запас вашего здоровья то что вы несете в окружающий мир в социум ваши основные мысли мечты желания все в этой карте и как как вы выглядите тоже эта карта может об этом рассказывать здесь для вас выпала прекрасная карта туза пентаклей также сама по себе эта карта задает еще фон всему раскладу и это тоже важно уважаемые делают туз пентаклей это одна из лучших карт в колоде и конечно же эта карта говорит о позитивном оптимистическом настроении которое вы пронесете в течение всего этого месяца по на пажу пентаклей конечно же желание зарабатывать желание чего-то материального и стабильного в своей жизни но по тузу это многое многие из вас неважно кто не смотрит мужчины или женщины возможно захотят заняться каким-то либо новым делом либо новым направлением в своей работе но здесь как будто бы вот в корне что-то для вас новое также по этой карте конечно же в августе месяц и многие из вас могут делать крупные приобретения покупки для дома для семьи для себя любимых конечно же ну вообще эта карта счастья и наполненности и надеюсь что это состояние счастья вы принесете в течение всего месяца даже если где-то вам будет тяжело и трудно по пентаклей это все-таки упорство это трудолюбие и конечно же желание достичь окончательной цели и к этой цели вы будете идти конечно же если говорить о вашей внешности по тузу пентаклей и мужчины и женщины по этой карте очень ухожены вы может быть любите красивую одежду не только красивую но по пентаклям она еще должна быть удобна и практична конечно же это ваша собственная красота и умение преподносить себя в лучшем свете вот такая вот фоновая карта неплохо если говорить о запасе общем энергии у вас этот запас энергии на этот месяц есть мы к вашему здоровью еще вернемся немножечко попозже а сейчас мы переходим с вами ко второму дому второй дом показывает ваше имущество у тех у кого она есть и также те деньги которые вы сами к себе можете притянуть то есть то что вы сами можете зарабатывать и здесь снова для вас выпал туз но уже туз чаш 2 туза подряд просто замечательно конечно же если говорить о тузе чаш у многих это как что-то в начальном проекте да вот желание либо что-то купить либо вы только что-то купили но это то что обязательно вас должно порадовать здесь конечно больше мечтания может быть для кого-то из дев у кого нет имущества все-таки чаши это какие-то мечты надежды которые вы на что-то возлагаете возможно в будущем все-таки туз это точка отсчета единичка от которой начинается все то есть возможно вы только обдумываете либо что-то купить либо что-то приобрести и очень надеетесь что это что-то войдет в вашу жизнь вы конечно же верите в свою светлую счастливую звезду для тех категорий дев у кого есть имущество эта карта может говорить что ваш дом может быть как полная чаша вот что-то вас будет радовать вот в этом месяце сто процентов вы будете от чего-то получать удовольствие если говорить о деньгах о материальном скорее всего вот по вот этой карте этот опять-таки что-то новое вот ваших мыслях в вашей душе у вас какие-то планы в вашей голове какие-то проекты вы хотели бы себя возможно многие из из вас попробовать в чем-то совершенно новом и это то что дорого вашему сердцу то что нравится лично вам вот работа по душе да вот вы хотели бы заниматься работой по душе несмотря на то что эта карта не материальная но вот вы сможете зарабатывать благодаря какому-то своему хобби или увлечению по этой карте и конечно же рядом с тузом пентаклей без денег вы никак в этом месяце не будете денежки у наших дев все равно будут и конечно же если говорить в общем о вашей работе забегу немножечко вперед вот есть конечно какие-то происки врагов либо какие-то недоброжелатели которые у вас есть у многих из дел вот есть какая-то рабочая конкуренция это большая конкуренция вашей работе и вам приходится очень много делать для того чтобы быть на плаву чтобы быть первыми и быть номером один давайте перейдем ваш третий дом этот дом покажет ваши близкие поездки близкие коммуникации родственников и друзей и также по этой карте у меня всегда еще идет отдых здесь для вас выпал первый старший аркан луна довольно таки тревожный аркан довольно таки напрягающий аркан конечно же эта карта говорит о том что у многих из вас в вашей душе в вашем сердце есть какие-то фобии и страхи по поводу своих родственников по поводу своей семьи именно ближайшего вашего окружения возможность тех с кем вы живете под одной крышей это может быть и ваши дети супруг супруга родители самое ваше ближайшее окружение которое не дает покоя и какие-то очень большие переживания идут по этой карте еще и рядом с тузом чаш конечно же очень много эмоций тревожных по этой карте и если говорить о ваших друзьях то здесь больше идет недоверие чем вера во что-то светлое и хорошее по этой карте я не вижу того чтобы вы привыкли кому-то доверять вы не доверяете людям вы по этой карте как будто бы привыкли к разочарованием и к боли и для вас где-то не новость то что в очередной раз вас кто-то может обмануть или где-то использовать вы прекрасно знаете психологию других людей и вы прекрасно в этом разбираетесь по карте луна ваше подсознание разговаривает с вами и она дает вам нужные советы в какой ситуации когда и как и с кем что вам нужно делать и как лучше поступить карта довольно таки неоднозначная конечно же если говорить о близких поездках и каких-то близких дорогах близких новостях вот здесь все у вас будет в этом месяце в переживаниях и у кого намечаются дороги здесь тоже очень большие переживания какие-то сомнения страхи может быть даже как будто бы иллюзии какие-то проходят по этой карте у многих могут быть сны вот как будто бы вещи по этой карте у многих из дев сны в которых также вы находите подсказки для себя и вы понимаете что вам нужно делать дальше больше известий в этом месяце будет тех которые все-таки будут вас тревожить и вы немножечко будете нервничать давайте посмотрим что происходит в вашем четвертом доме доме под крышей которого вы живете здесь для вас выпала карта пажа пентакли конечно пажи это всегда суета и хлопоты паж пентакли говорит о том что у вас много хлопот именно материального характера то что касается вашего дома и по пентаклям конечно же вам ваш дом многим предстоит много вкладываться много работать для того чтобы что-то привести в порядок облагородить свое жилье до сделать какие-то хорошие покупки сделать ремонт кто в этом нуждается эта карта говорит о том что вам нужно неустанно трудиться конечно карта трудолюбия вы многие по этой карте любите порядок в своем доме но вот как-то излишне где-то вы нервничаете нервное напряжение еще и рядом с картой луна и здесь следующий идет восьмерочка чаш вот как будто бы есть у вас у многих желание поменять что-то в своем доме с одной стороны вы привязаны к своему дому и любите то жилье в котором вы живете с другой стороны она вас как будто бы напрягает и что-то вы как будто вы хотите поменять но может быть либо пока не можете этого сделать и но сто процентов вы трудитесь на благо того чтобы в будущем что-то хорошее вошло ваш дом вашу семью конечно же по пажу для многих актуальна тема детей то есть в августе месяце много будет хлопот и забот касающихся ваших деток не имеет значения взрослые дети или маленькие здесь тоже будут и вложения денег в детей и ну вообще заботы о детях у вас у многих есть какие-то переживания из-за ваших детей тоже какие-то большие страхи и фобии из-за ваших детей у кого эти дети имеются и конечно же вот у многих может быть как будто бы есть страх вашем подсознании что ваш ребенок покинет гнездышко вот ваша семейная да у кого детки уже постарше подростки вот есть категория дев которые об этом переживают что ваш ребенок выпорхнет из гнезда давайте посмотрим ваш пятый дом это дом ваших хобби и увлечений в августе месяце и вообще того чего куда тянется ваша душа также этот дом показывает деток и новые знакомства для одиноких кого интересует эта тема если говорить о ваших хобби по восьмерочки чаш эта карта говорит о том что в вашей жизни есть какое-то увлечение но вот как будто бы вы испытываете либо какие-то разочарования по поводу того занятия которым вы занимались либо у вас еще недостаток каких-то знаний в отношении чего-то и вот вы готовы накапливать либо какие-то знания то что касается интересующего вас вопроса именно то что дорого вашей душе вашему сердцу многие по этой карте хотели бы еще чему-то подучиться и совершенствоваться вы понимаете что вам недостаточно вот того что на сегодняшний день вы имеете многие из вас по этой карте уже многого достигли вот в своих любимых занятиях да то есть если вы что-то изучаете вы изучаете досконально какое-то знание глубоко но вам нужно больше и больше информации по этой карте если говорить о новых знакомствах для тех дев которые одинокие эта карта показывает какие-то разочарования скорее всего в недавнем прошлом у вас либо кто-то был либо еще сейчас у вас могут продолжаться с кем-то отношения вот по крайней мере в начале августа но у вас желание выйти из этих отношений либо у многих и сделают память старых прошлых отношений которые оставили большой напряг вот в вашем сердце да и вот либо ваши партнеры до вас не дотягиваются либо вам чего-то не хватает в тех отношениях которые вы имели или имеете но вот в любом случае по этой карте желание изменить свою жизнь и в том числе поменять партнера и конечно же по этой карте я вижу что вы многие в поиске вы действительно ищите но вы не желаете размениваться по мелочам и жить с кем попало быть с кем попало по этой карте так ну если говорить о ваших детках то здесь тоже у кого взрослые дети здесь может быть какое-то непонимание непонимания и либо ваш ребенок вот хочет вырваться из вашего семейного очага да но либо либо вот вы как-то от него вот по этой карте по этой карте конечно же идет непонимание между взрослыми детьми и родителями и конечно же желание как у вас что-то изменить так и у вашего ребенка давайте посмотрим что происходит в вашем шестом доме доме повседневных забот то чем вы будете сталкиваться каждый день в этом месяце и здесь для вас выпала карта пятерочка жезлов конечно же эта карта конкурентной борьбы эта карта как состязания и соревнования с кем-то как будто бы вы с кем-то в чем-то соревнуетесь но многие из дев могут быть втянуты в какие-то конфликтные ситуации интриг ситуации каких-то манипуляции другими людьми если вы работаете в каком-то коллективе то здесь не исключено разговоры за спиной да вот когда кто-то кому-то расставляет какие-то капканы желание кого-то выжить желание кому-то насолить не с вашей стороны а со стороны тех людей с которыми вы общаетесь то есть ну неблагоприятное окружение если говорить о семье вот вашей до повседневной вашей заботы вот здесь тоже как будто бы и в вашем доме тоже может быть идти какая-то конкуренция вот для тех кто в паре вот вы конкурируете кто из вас лучше вы постоянно желаете доказать друг другу свое превосходство и свою правоту нервы напряжение по этой карте и вот вы как-то втягиваетесь водоворот тех событий в которых вам приходится вариться и где-то вы как будто бы уподобляетесь тем людям которые делают вам гадости вы начинаете отвечать им тем же отвечать также на дерзость вы отвечаете дерзостью я здесь не вижу того чтобы вы попытались как-то благородно выйти из какой-то ситуации но это и не нужно если вас бьют то конечно же нужно защищаться и давать отпор сразу если посмотреть ваш седьмой дом это дом вообще взаимодействия с другими людьми с партнерами то что касается работы и по восьмерке пентаклей карта прекрасная она говорит о том что работы все таки у вас в этом месяце будет очень много даже те девы которые до сих пор были без работы у многих из вас появятся действительно прекрасные шансы попробовать себя в каком-то новом деле найти работу по душе и с неплохим заработком для тех кто работает повторюсь это много работы это ежедневный ежедневный труд но вы представляетесь по этой карте как человек профессионал человек мастер своего дела знаток дока и вы относитесь к той категории людей на сегодняшний день вы уже многие достигли того уровня что вы и сами могли бы чему-то кого-то научить по восьмерочки пентаклей конечно же по этой карте вас люди признают и уважают за ваши таланты и трудолюбие усердие усидчивость еще идет по этой карте терпение вот терпение даже вот в том общении которое вас окружает не имеет значения какая категория людей вас окружает плохих или хороших если говорить о ваших отношениях в паре то у многих вот в этом месяце в вашей паре все-таки будет много материальных забот и много работы работать будете много и вы и ваш партнер как вы сможете начать себя в каком-то новом направлении если сами захотите так и ваш партнер возможно тоже ну как будет для себя что-то искать но тем не менее вы оба трудитесь на благо своей семьи я не вижу по картам здесь каких-то измен предательства но я вижу конкуренцию между вами конкуренция конечно же существует по крайней мере карты не показывают больших чувств всплеска каких-то эмоций которые бы аж зашкаливали да вот когда люди только встречаются конечно же это не конфетно букетный период но здесь такое чувство вот по этим картам уверенности постоянства когда действительно вы можете доверять тому человеку который находится рядом с вами уважение по этой по этим картам сто процентов вашей паре имеется и притом взаимное вы цените друг друга за то что вы можете дать друг другу давайте посмотрим что в вашем восьмом доме это дом страха риска банковских сложных операций займов кредитов и здесь для вас выпала карта рыцаря мечей конечно же эта карта говорит о каких-то нервах соответственно раз в этом доме выпадает карта нервов и напряжения и тем более эта карта еще скорости каких-то поспешных быстрых принятий решений вот в отношении возможно у кого есть какие-то долги вы как будто бы что-то быстро будете пытаться решить или разрешить в этом месяце по этой карте конечно же идет желание разрешить все проблемы сразу одним махом разрубить этот гордеев узел какая-то поспешность нервоз многим из вас если говорить о женщинах будет помогать мужчина может быть стихии воздуха это близнец весы или водолей по гороскопу но не обязательно но для кого-то это еще может быть взаимодействие с мужчиной из гос структур не при больших погонах не при большой должности но тем не менее здесь могут быть либо у вас какие-то совместные разговоры довольно таки неприятного характера может быть вам кто-то звонит какие-то звонки какие-то напоминания о каких-то долгах такое тоже не исключено но если говорить о мужчинах девах то конечно же по этой карте вам нужно действовать в вопросе кредитов и долгов быстро без промедления включайте свой интеллект включайте свой мозг для того чтобы по максимуму разрешить те трудности и проблемы которые у вас накопились а по этой карте трудности и проблемы у многих из дев есть если говорить о новых кредитах если вы собираетесь брать какой-то кредит вот в этом месяце вы конечно же очень понервничайте понервничайте и я вам скажу так будет очень тяжело конечно же карта говорит о том что есть большой риск того что если именно в этом месяце вы будете оформлять какие-то кредиты вам будет тяжело выплачивать этот кредит но все-таки вот впоследствии вы сможете разрешить благополучно этот вопрос но вначале будет тяжело подумайте хорошенько стоит ли именно в этом месяце вам брать какие-то новые кредиты и влазить в какие-то новые долги вы конечно разрешите этот вопрос но повторюсь вам будет тяжело потому что у вас у многих еще старые проблемы неразрешенные давайте но также если говорить о вашем здоровье то все-таки по рыцарю мечей у многих из вас могут быть какие-то недомогания и прежде всего здесь как нервное эмоциональное состояние нервные срывы они могут проходить как у мужчин так и у женщин но больше все-таки у мужской категории здесь как будто бы идет нервоз из-за денег и конечно же здесь и чувства и эмоции много нервов много переживаний в вашей голове нужно быть чуть-чуть поспокойнее для того чтобы ваше сердечко билось более ровно и ритмично конечно же по этой карте это могут быть какие-то обращения к врачам ну такие мелкого характера как зубной врач да там может быть вы собираетесь кто-то сделать какое-то иглоукалывание или что-то еще небольшие корректирующие по этой карте конечно же могут проходить какие-то недомогания но больше все таки из-за нервов вот у многих здесь еще может как быть головные боли по вот этой карте тоже итак переходим ваш девятый дом это дом дальних поездок как правило за границу это далекие их поездки если третий дом показывал ближайшие поездки то этот дом показывает дальние поездки и также взаимодействия с иностранцами для кого актуальна эта тема и тема учащихся для учеников по старшему аркану повешенной эта карта хороша только для тех людей которые занимаются какими-то медитативными практиками либо какими-то философскими практиками да изучение может быть философии и психологии по этой карте да для этой категории людей эта карта хорошая но для всех остальных вот если говорить об учащихся эта карта все-таки говорит о том что многие из вас как будто бы не могут развиваться не могут обучаться в силу того что у вас пока идет катастрофическая нехватка денег по этой карте если говорить об учениках которые вот куда-то поступают здесь тоже вот состояние какого-то завис а неопределенности даже если вы куда-то будете поступать придется или приходится очень многим пожертвовать по этой карте и им это будет для вас очень болезненно и конечно же все таки больше идет информация по этой карте что пока обучаться не получается скорее всего учебу многие отложили на более благоприятные времена если говорить о далеких поездках здесь тоже далеких поездок я не вижу на близкие расстояния на близкие расстояния у вас могут быть поездки но я уже говорила у вас тоже будут большие переживания и нервы а что касается дальних дорог то здесь и подавно здесь тоже как будто бы что-то не получается если вы хотите где-то попутешествовать за границу пока в августе месяце нет если говорить о взаимодействии с иностранными коллегами или также еще добавлю если кто-то собирается менять место жительства в августе месяце скорее всего у вас это не получится я не вижу чтобы произошел обмен на купля-продажа этого я не вижу если говорить о сделках с иностранными коллегами то здесь тоже у вас либо если вы с кем-то через интернет работаете либо какой-то бартер обмен у вас идет на расстоянии здесь тоже вот как будто бы пока состояние остановки как будто бы что-то у вас не получается больше хлопот чем на самом деле выигрыша у вас от этой работы или от этого общения у многих как будто бы вообще пока остановка в общении давайте посмотрим ваш десятый дом этот дом покажет то чего на сегодняшний день вы достигли и по карте императрица старший аркан конечно же если говорить о дамах девах эта карта показывает вас как женщин которые достигли многие из вас очень высокого уже уровня в этой жизни у многих по этой карте может быть определенно какой-то статус то есть многие сделал могут работать на себя даже если вы не работаете на себя эта карта вас может показывать как прекрасных матерей женщин состоявшихся женщин уверенных себе женщин очень красивых ухоженных и женщин которые развиваются и не сидят на месте вот несмотря на то что в этом месте я вижу что у вас есть какие-то трудности да вот в том чтобы продвигать либо либо реализовывать какие-то свои идеи вот в доме вашего хобби здесь как-то пока застой далекие поездки тоже пока не получается есть какие-то долгие кредиты у многих но тем не менее вот эта карта говорит о том что многие из вас на правильном пути и ну трудности которые есть вашей жизни вы не собираетесь сдаваться вы не собираетесь опускать руки вы будете преодолевать те препятствия которые в вашей жизни имеются и у вас хватит на это ума и талантов для того чтобы выйти из любой затруднительной ситуации конечно же по этой карте если говорить об одиноких женщинах вот вы можете создать какие-то новые отношения если вы сами захотите мужчины к вам тянутся но больше вы выбираете и перебирайте из тех кандидатур которые у вас появляются если говорить о мужчинах девах то по этой карте во многом вы должны быть признательны и благодарны той женщине которая находится рядом с вами для кого-то это супруга для кого-то это мать для кого-то кто-то еще но эта женщина для вас очень важный человек в вашей жизни у каждого свои варианты и вы знаете о ком я говорю во многом эта женщина вас сделала вот тем кем вы являетесь на сегодняшний день во многом выросли и учились также благодаря этой женщине и во многом и в будущем она будет вам помогать любом случае рядом с вами преданный и верный друг в лице этой женщине же женщина это вас не предаст не обманет и когда нужно всегда вам подаст руку помощи давайте посмотрим также если говорить вот об органах юстиции об органах властей 10 дом тоже говорит об этом то здесь в общем то все в порядке вот у кого какие-то нелады с документами с бумагами все-таки вы сможете поправить свои дела то что касается юридических каких-то моментов и в августе месяце здесь у вас все неплохо в любом случае даже есть какие-то проблемы у кого они имеются вы сможете с людьми договориться вы сможете любые вопросы решить и по императрицы вас в дальнейшем вообще ждет развития также посмотрим что происходит в вашем одиннадцатом доме это дом показывает ваших близких друзей и те деньги которые вы можете зарабатывать от своего бизнеса на сегодняшний день троечка жезлов говорит о том что у вас очень много связей очень много коммуникаций многие люди от вас ждут какой-то помощи также и вы как будто бы ждете от кого-то ну взаимных каких-то действий да но вот в августе месяце я все-таки вижу что во многих делах у дев будет как будто бы какая-то остановка либо какие-то размышления либо какая-то неуверенность чем-то но в какой-то момент вот ваши дела как будто бы останавливаются для многих это может быть связано с тем что все-таки кто-то будет отдыхать вот по тузу чаш это все-таки карта семейная и она выпала вот на то материально что вы можете в этом месяце притягивать а притягиваете по этой карте вы больше чувства и эмоции здесь идет положительное общение с близкими но также это может быть ну вот все что радует вас скорее всего ну для кого-то это может быть вообще как где-то вы отдыхаете у моря тоже по этой карте все-таки вода водная стихия может говорить об этом и эти карты могут показывать что многие из вас все-таки могут брать какие-то кратковременные отпуска и будет у вас какой-то отдых в этом месяце все-таки вы будете находить на это время несмотря на то что повседневных забот тоже у вас будет хватать и рутины давайте посмотрим что у вас в двенадцатом доме это дом ваших самых больших страхов и огорчений то что вы прячете в своей душе то чего вы боитесь на сегодняшний день больше всего и для вас выпала карта пятерочка пентакли конечно же эта карта бедности эта карта болезней многие девы боятся каких-то хронических заболеваний если и эта карта может говорить что у кого-то есть вот какие-то хронические недуги которые периодически вас беспокоят и конечно же многие из вас хотели бы для себя найти какой-то выход найти лечение да вот какое-то правильное нужно как-то улучшить свое здоровье многие переживают по этой карте по поводу своего здоровья и также другая категория дев может переживать по этой карте из-за катастрофической нехватки денег и по этой карте вот вы просто боитесь бедности вы боитесь нищеты вы боитесь того что вы можете быть без копейки денег вы будете с того что что-то у вас может не получаться и не ладится вообще в делах с друзьями здесь по этой карте также вы боитесь какой-то душевной пустоты которая может возникнуть в вашем сердце и все это как-то связано с какими-то большими изменениями в вашей жизни вот многим вот по этой карте вам действительно тяжело на сегодняшний момент у многих действительно идет нехватка финансов и желание вырваться из этой бедности для вас вот прежде всего страх номер один это страх бедности и того что вы не сможете где-то помочь своей семье своим детям и также помочь самим себе и повторюсь для кого-то это могут быть какие-то патологические заболевания конечно же не у всех где они имеются и но тем не менее вот вашем подсознании есть страхи о таких болезнях эта карта тоже можно об этом говорить все что связано с нищетой в общем то если подытожить вашем раскладе исключительно старшие арканы они дадут нам дополнительную информацию и для вас выпало сегодня три старших аркана посмотрите арканы довольно таки тревожные если говорить о двух первых старший аркан луна и старший аркан повешенный рядом с императрицей по этим трем картам что я могу сказать по карте луна по карте повешенный и рядом с императрицей вот все таки есть категория дев которые меня будут смотреть те которые занимаются какими-то магическими практиками это может быть как белая магия по повешенному и по императрицы так и черная но также для кого-то это еще могут быть какие-то рунические работы которыми вы можете заниматься в этом месяце конечно те кто занимается мантикой вас здесь ждет развитие даже если у вас до сегодняшнего дня был какой-то застой вот в делах да и в августе месяце может быть еще какое-то некое торможение в делах но все-таки вот вы потом как-то выплываете начинается у вас развитие дела начинают налаживаться может быть ближе к концу августа но тем не менее здесь все неплохо если говорить об обычной категории людей то эти карты все-таки говорят о больших каких-то родовых переживаниях о том что что-то вот вашей семье как будто бы вы не можете поменять либо в общении с родными и близкими здесь также могут быть какие-то у вас еще могут проходить болеющие родственники по этим картам карта луны и карта повешенной может говорить о том что у кого-то из родных и близких есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом да как будто бы кто-то вот ну прикован либо к постели либо не может ходить либо вот уж ну координация движений здесь также могут проходить какие-то психологические заболевания у кого-то из родственников и ну в общем по этим картам идут родовые проблемы но вот все-таки карта императрица говорит о том что у вас хватит здравого ума и смысла вот подходить ко всему разумно и конечно эти карты говорят о том что вот где-то из-за вашей семьи из-за ваших родственников вам многим в особенности если где-то женщин приходится как будто бы чем-то жертвовать в этой жизни либо вы сознательно приносите себя в жертву во имя чего-то большего и лучшего но развитие все-таки в будущем у вас есть пройдет какое-то время и что-то в своей жизни вы сможете поменять возможно не так скоро к сожалению как вам хотелось бы но тем не менее вот впереди я вижу развитие и вижу что что-то все-таки в вашей жизни будет меняться и налаживаться конечно же в вашем раскладе есть и карты пентаклей и карта чаш вот выпала во втором доме в этом месяце у вас будет много интересных событий и то что касается заработка вы многие сможете неплохо зарабатывать и чувства будут и эмоции будут и радость какая-то будет покупку чаш конечно же то что обязательно вас порадует но будут и неприятные моменты которые придется вам решать и давайте теперь посмотрим фоновую карту которая осталась на дне колоды и здесь для вас выпала карта девяточка мечей конечно же это карта говорит о том что у многих здесь какие-то болезненные переживания какие-то страхи в вашем подсознании действительно у многих дев про по этой карте проходит какое-то страдание вам кажется многими из вас кажется что вы либо что-то теряете либо что-то у вас не получается здесь идут у вас какие-то очень большие переживания по поводу потери это потери могут быть как то что касается и ваших родных и близких здесь идут переживания о них но также могут быть переживания о чем-то материальном о каких-то больших материальных потерях тоже не исключено и здесь по этой карте проходит какой-то страх вот в вашем подсознании конечно же вам нужно бороться с теми фобиями и страхами которые вас преследуют по девяточке мечей эта карта вам ну лишний раз об этом напоминает и конечно же если и брать эту карту как дополнительную информацию во внимание конечно же окончательно вот расслабиться в этой месяце у многих из дев не получится к сожалению и вы всегда должны вы должны настраиваться на лучшее но всегда должны быть готовы к худшему и давайте возьмем еще одну дополнительную карту сюда же сюда же карта старший аркан мира говорит о том что у многих из вас появятся все таки возможности что-то поменять в этой жизни появятся какие-то новые шансы новые обстоятельства вам стоит немножечко проявить терпение и выдержки по этим картам конечно же трудности будут трудности не миновать и ну по девяточке мечей это все-таки у многих какие-то больше надуманные страхи какие-то фобии которые могут многих из дев преследовать из-за этого вот у вас может быть какая-то неуверенность и карта двоечка пентаклей говорит о том что для того чтобы добиться какого-то успеха все-таки многим из вас придется очень и очень много работать но важно то что эта работа будет вот таким был для вас расклад уважаемые девы на этот месяц конечно же хотелось бы взять дополнительные карты для наших одиноких дев посмотреть что ждет вас в отдаленном будущем все-таки в вашей личной жизни давайте посмотрим что ждет вас в отдаленном будущем скажем так в ближайшие полгода то что касается личных отношений карты говорят что многие меня смотрят женщины женщины уже зрелые многие могут быть уже разводные или вдовы вот женщины которые имеют большой жизненный опыт и женщины с детьми у которых уже есть свои детки и возможно не один эти карты говорят о том что у вас обязательно появятся какие-то новые отношения трепетные отношения и в этих отношениях вы как будто бы помолодеете вы станете моложе вы станете счастливее непременно непременно вас ждет счастье вас ждут какие-то дороги вас ждут какие-то передвижения однозначно встречи будут его помощи высших сил защита высших сил у наших дев вам обеспечена конечно же вот вы надеетесь вы просите бога о том чтобы вас услышали высшие силы но карта воина говорит о том что все-таки за свое счастье многим из вас нужно будет побороться и если вы хотите быть счастливыми не ждите чтобы кто-то нашел вас ищите сами ищите и вы обязательно найдете вас обязательно услышат высшие силы и карта любви выпала вам напоследок карта амура для одиноких дев вот все-таки вы встретите свою любовь и вы будете еще очень и очень счастливы верьте в свою светлую звезду уважаемые девы всем удачи всем счастье всем хорошего настроения верьте в свою удачу верьте в себя боритесь и все у вас получится я не прощаюсь с вами я говорю вам до новых видео друзья а сегодня всем до свидания